всем бокс братва с вами роман михаил youtube канал всем бокс и это мой сказ этому рассказ о бой дмитрий бивол крэйк ричардс который проходил накануне вечером который к сожалению совершенно не показывали на российском телевидении который я очень хотел для вас застримить но к сожалению даже настолько силен что хватило лишь всего лишь одной минуты трансляция на ютюбе и четырех раундов в инстаграме чтобы быть тотально забаненным к сожалению парни у меня не получилось я делал все что мог когда трансляции будут не под азн думаю помочь что вы я думаю удача будет нам сопутствовать и мы наконец-то проведем вечер бокса вместе и так что касается этого вечера бокса который мы с вами видели который проходил в манчестере огромный вопрос номер один почему чемпионский бой идет третьем в андеркарде почему чемпионский бой который как я думал должен идти предвещать главное событие потому что главное событие было чесора паркер не знаю кому очень этот бой интересен чесора паркер кому видимо кому-то интересен все-таки местный боец чесора очень хорошо умеет продавать бои свои то есть он был реально первым уж никак я не думал что дима будет биться не просто ладно до них до юбанка до женского боя до сына реки хатана кстати поздравим реки хатана потому что в именно в этот день 2 мая только в 2009 году сбылось его пророчество которое звучало следующим образом продавайте свой дом и ставьте все деньги на меня азиатский карлик никогда меня не нокаутирует что с ним произошло вы видите каждый раз перед началом моих шоу всем бокс почему что это было неуважение к чемпиону что его ставят так рано в undercard вместе с ноунеймами какими-то или предположение что этот бой вряд ли будет интересным для публики на мой взгляд такие вещи нужно прописывать уже в контракте менеджером диммином что как можно то есть в основная аудитория всегда вы знаете главным боям подтягиваться и каждый боец сейчас вообще любой человек медиа сфере для него главное показать себя максимальному количеству людей кому они показали диме биола это вопрос никому вопрос как можно было пойти на такое на мой взгляд это просто тотальное неуважение ну ладно перейдем к самому бою на что был похож бой сам особенно на что было похоже первая его часть это реально было похоже просто на тренировку на спарринг на тренировку на спарринг который как обычно вы знаете чем предвещаются давайте сначала лево поработать реально работать только передней рукой то есть мы реально видели пол боя работа только передней рукой и работа была это передней рукой только лишь по причине дмитрия бивола потому что как я увидел в этом бою когда смотрел на бокс крэга ричардса что он полностью зеркалил диму работал дима только передней рукой работал крэг ричардс только передней рукой начинал дима голи-то бить двойки крэг ричардс начинал еще больше быть двойке начинал дима где-то идти рубиться идти в комбинационную работу сразу же край кр symptom начинал и вот ты его там так скажем перехватывать добавлять оказывался дима в ближний в ближний был он готов работать то есть полностью зеркалил его и при этом сразу хочу сказать про Крейга, он намного оказался лучшим боксером, чем я на самом деле ожидал, когда его оценивал. То есть на самом деле хорошо обученный, очень умный боксер попался. С прекрасной защитой, очень хорошо он блочил, очень хорошо уходил, но не от всего. А от чего не уходил, мы сейчас поговорим. И безусловно, раз уж мы говорим о первых раундах, стоит отметить великолепную работу передней рукой от Димы. То есть прекрасно Дима работал передней рукой, хорошо заходил джеб, очень хорошо заходил длинный левый апперкот. Он его бил и с дальней дистанции просто пробивал. И пробивал его после блока, постоянно пробивал здесь, постоянно этот апперкот проходил. И очень много, что приятно, работал с двойной стройной удары передней рукой. То есть джеб боковой, джеб снизу, сбоку, снизу. Постоянно он это все чередовал и постоянно эти удары приходились. Но, что касаемо бокового удара левого, который на самом деле Дима очень и очень много бил в этом бою, на мой взгляд, зря был такой большой акцент на него сделан, потому что действительно было видно, что Крейг Ричардс готов к левому боковому. И действительно, он очень мало этих левых боковых пускал. Он очень много пускал джеба, он пускал слева снизу много. Но вот именно на боковой, так как он стоял в американской где-то стойке, он постоянно был здесь заблочен. Сколь что-то приходилось, то есть основных дивидендов он никаких не приносил. Но и сам, конечно, джеб работал, но его джеб был у Крейга Ричардса, несмотря на то, что он был действительно длиннее, чем у Димы, но он был не хлесткий, не жесткий, в принципе ничего в первой половине боя вообще не смог, так скажем, на передней руке. Пока боксировали на передних руках, знаешь, давай на передней поработаем, ничего вообще полностью, Дима его размотал, никаких вариантов не было. Но уже тогда какие-то были у меня какие-то непонятки, честно говоря, что касается Диминой работы. Но о них скажем позже. С самого начала боя у меня сначала начинали закрадываться мысли, а почему нету раз-два, почему Дима не бьет двойку? Потому что действительно Крейг Ричардс, он стоял, у него левая рука была очень часто опущена здесь низко, локти широко, то есть он действительно был очень открыт, очень открыт под двойку, под правой прямой. Но, когда Дима стал пробовать двойки, и я увидел реакцию Крейга Ричардса, я понял, что этого только он и ждет. Потому что Крейг Ричардс, это чувак, который очень любит работать вторым номером от прямого удара, то есть принимать на плечо и отвечать справа. И было такое, что он Диму этим встречал и попадал. Дима пропускал справа, Дима пропускал двойки. Дима, Дима бивал, где защита? Это очень большой вопрос, о котором давайте не будем откладывать долгий ящик, я хочу сказать сразу сейчас. Ладно, сейчас мы видим, в каком блоке стоит Дима бивал. Очень много времени он проводит в глухой защите в высоком блоке, которого мы у него, ладно, раньше там этого и не было у него, но что было раньше, мы слезы лить будем в конце выпуска, а что стало сейчас. Очень высоко Дима держит руки, очень много он принимал ударов на блок, но как только у него левая рука опускалась, у него были моменты, когда он пропускал справа. Почему он пропускал справа? Потому что нет вот сколько на ногах, потому что Дима принимал стоячего, то есть Дима принимал в блок, а не оттягивался, а не отскакивал, а не отскакивал. Дима работал, если мы говорим не просто о боксере, если мы говорим просто о боксере, мы можем сказать, что, ну, условно бы, Дима был просто боксер, хорошо отработал на ногах, но когда мы говорим о Диме, мы говорим, что это плохо отработал на ногах. Дима просто стоял, и более того, как он стоял? Дима постоянно был залипший на передней ноге. Во многом этим и обусловлено то, что у него много проходило левых апперкотов, потому что когда ты стоишь на левой ноге, тебе безусловно удобно хорошо работать слева. Ты можешь уклониться внутрь, ты можешь уклониться внутрь сюда с подставкой, пробить апперкот, пробить сюда, уклониться, то есть для этой работы ты открыт. И во многом, учитывая то, что у Димы был соперник выше и с большим ричем, может быть, бы это имело какой-то смысл. Но если бы это был не Дима Бивол, который, конек которого совершенно другой бокс, совершенно другой бокс, и именно из-за того, что он был залипший на этой, стоял, так скажем, в раскоряку, носки в разные стороны, левый носок повернут на соперника, правый носок стоит постоянно на носке, потому что вес тела принесен на переднюю ногу, это такая, знаете, во многом мексиканская школа. Вот мексиканцы любят стоять на передней ноге, то есть правая нога на носке, вес на передней, здесь стоять. Но мы не мексиканцы. Я не мексиканец, Дима не мексиканец, ты братан не мексиканец. Мы не мексиканцы, поэтому зачем это надо было сделать? Но зачем смотрим дальше, что происходило? Начинается комбинационная работа. Как только Дима стал добавлять в комбинации правый прямой свой и правый прямой не как в завершении атаки, а в тройках сразу же начало еще больше залетать передняя рука. Потому что в целом, ребята, когда против вас боксируют парни, которые любят защиту шолдер-роллом в американских всех делах, в американских стойках, действительно их легче достать с передней руки, чем задней. Потому что под заднюю они заточены под шолдер-роллом. Что еще можно сказать? Очень много было работы в корпус от Димы. Очень много правых прямых в корпус, очень много джебов в корпус. Но если уж ты стоял на передней ноге, Димон, почему ты не бил главный удар в корпус? Ты не бил в печень. Стоишь на передней ноге, все было готово, чтобы вместо удара в голову оперкота пробивать в печень. Но этих ударов не было вообще. Были трудозатратные прямые в корпус. Потому что это действительно трудозатратные удары, хоть и мощные. И мы знаем, что очень тяжело пробить такого англичанина, как Ричардс. И особенно учитывая английские спортивные коктейли, так скажем, питание и витамины, которые все принимают английские бойцы, выступающие дома, выносливость просадить было ему очень тяжело. И опять же, почему там нигде-то не получалось у Димы какие-то моменты? Потому что он заставился на ногах. Потому что Ричардс был готов, в принципе, дать ему то, что ему нужно. А что было Диме нужно? Диме было нужно, чтобы человек тянулся, проваливался, чтобы его хорошо встретить. Но как ты можешь встретить, когда ты стоишь на передней ноге? А надо встречать правой рукой с задней ноги. Это вопрос. Это вопрос. Кстати, вот Крейг Ричардс печень-то работал хорошо. И в концовке, в реально валидольной концовке, была очень валидольная концовка, он это прекрасно продемонстрировал. Очень много было в ближней дистанции, он был в печень. Действительно, в последних раундах очень хорошо себя показал Крейг Ричардс. Мы сейчас говорили с вами о предыдущих раундах. Но что было предвещало вот эти последние раунды? Нам наконец-то показали угол Дмитрия Бивола, нам показали его тренера, и наконец-то мы услышали, что он его просит. Что просит Дмитрия Бивола тренер? Тренер просит работать раз-два. Просит в десятом раунде, когда уже просто за девять раундов стало понятно, ну, вы, конечно, меня извините, но многим, так скажем, стало понятно, что Крейг Ричардс принимает на плечо, и он контрит правый удар. Что он ждет этой двойки, чтобы законтрить справа? И тут Диме Биволу идет советы, работать раз-два, накидывать легкие двойки, разрывать жесткие двойки, накинуть легкую двойку, провалить потом жесткую двойку или провалить, ударить справа. Да, это совет хороший, безусловно. И я бы, может быть, хотел бы сначала боя бы это видеть, но это совет хороший для того Димы Бивола, которого помню я, но не для того Димы Бивола, который сейчас боксирует под руководством Геннадия Машьянова, и который стоит, вот ключевое слово стоит, так, как он стоит, в такой стойке, я не знаю, как он, то есть мысль, да, мысль правильная, но исполнение, и видно, что подготовка к бою, она не предполагала вообще такую работу. Вот это вопрос реальный, и мы видим, как Дима выходит, и действительно валидол начинается, просто начинается валидол, потому что Ричардс начинает двойку, то есть как будто Ричардс выполняет эти Геннадия Машьянова просьбы, сам работает двойки, перехватывает, и не получается у Димы, ничего не получалось там у Димы, не получилось сделать, выполнить тренерскую установку, а получилось сделать лютый валидол. Что надо было делать, на мой взгляд, если говорить этих, безусловно, повторные атаки, это конек Димы. Мы говорили, что переднюю руку он классно переиграл, все четко сделал, прекрасно отработал. Где нужно было искать удачу? Нужно было заканчивать на переднюю руку в тройках, заканчивать на переднюю руку в апперкот и в джеб, то есть в прямой заканчивать в левый, заканчивать в апперкот, разрывать и добавлять двойку, проваливая Ричардса, потому что Ричардс на каждую атаку шел вперед отвечать. Поэтому нужно было его накормить тройкой, после этого разорвать на ногах, но чтобы разорвать на ногах, нужно стоять не в раскоряку и держать руки, как они были раньше, а не как они сейчас. Не так, а вот так. И там кормить уже, накидывать эту двойку и его выключать. Я уже не говорю там про какие-то технические аспекты. Но при всем этом я вижу, что это Дима, это старый добрый Дима. Все, что у него летит, все, что у него попадает, это то, что у него осталось с прежних времен. И значит, что можно достать из него то, что утеряно с прежних времен. И безусловно, я говорю это о работе ног. Но работа ног начинается с правильной стойки. Эта стойка не подразумевает работу ног. Очень много приема на блок. Можно стоять, принимать на блок от Ричардса, хотя Ричардс плотно достаточно набил. А можно стоять, принимать на блок от Артура Бетербиева, от Канелла Альвареса? Как вы думаете? Я сомневаюсь об этом. И через момент проходит 10-11 раунд валидольный. Дима в угол возвращается. Ему Мощанов говорит, как собаку накормил. Кто накормил как собаку? Кого накормили как собаку? Вот этого я вообще не понял. Кто накормил? Это вообще какой-то просто трэшток какой-то. Просто фраза в воздух выброшенная непонятная. Проваленные просто два раунда, как собаку накормил. Красиво вообще. Хотя до этого просто бой был односторонне выигрывался. На одной передней руке односторонне выигрывался Димой бой. Односторонне. Так что, во-первых, конечно, мы знаем, да, полтора года простой был перерыв у Димы. И безусловно это влияет. Нельзя делать такие простое. Это понятно в любом деле. Спортсмен, музыкант, не знаю, художник, каким бы делом ты не занимался, каким бы делом ты не занимался, там стихи пишешь, все что угодно, лопатой машешь. Если ты полтора года этого не делал, сам понимаешь, что ты уже не тот. Нельзя делать такие простое, но опять же, ни Дима, ни тренерский штаб в этом виноваты. Это работа промоутеров, менеджеров, ну и китайский вирус, как говорится, опять же, подсобил в этом деле. Но при этом хорошо провел. То есть, если не брать эти последние раунды, учитывая этот простой, по пятибалльной шкале, не говоря об этом, ну, я скажу, для нынешнего Димы Бивола, для нынешнего Димы Бивола, за этот бой бы я ему отдал бы тройку. А старому Дмитрию Биволу я дал бы смотрено за этот бой. Потому что, ребят, вы меня поймите, я являюсь очень большим фанатом Дмитрия Бивола. И я очень хочу, чтобы он объединил пояса. Я очень хочу, чтобы он стал великим чемпом. Но мне, как и многим людям, которые помнят, каким был Дмитрий Бивол 10 лет назад, 15 лет назад, которые помнят, в чем на самом деле состоит бокс Дмитрия Бивола, в чем его естество боксерское, к чему действительно его боксерская душа тяготеет и предрасположено. Вот такие люди, я знаю, смотрят сейчас меня. Они есть, которые помнят все это. И я могу сказать честно, очень больно со слезами на глазах практически смотреть то, что сейчас происходит. Именно с точки зрения техники. Смотреть на стойку, смотреть на положение рук, смотреть, что Дима не выходит. У Димы рука опустилась, он пропустил двойку. Потому что у него рука опустилась по старинке, он помнит, что он на ногах-то все нормально. Но когда нет ног, есть пропущенный удар. Очень больно смотреть. Но я по-прежнему верю в Димона. И я надеюсь, надеюсь, что он рано или поздно поймет и захочет вернуть себе то, что было у него раньше. Его самые сильные стороны. Потому что, условно говоря, я уверен, что 20-летний Дмитрий Бивол вот этого Ричардса удосрочил бы за три раунда просто бы. Размотал бы, провалил бы, встретил и уронил. То есть у меня даже сомнений в этом нет. Что сейчас? Другой вопрос. Бой кончается, берется интервью у Димы и задается ему вопрос. С кем бы ты хотел следующий бой провести? Перечисляются. Артурик Бетербиев, Смит, Канело, Сондерс. И вот это вот поведение. Не хватает у этого Димы чемпионского поведения. И Дима начинает. Серов, кто будет готов? Я с любым готов. Дима, братан. Не так надо действовать в современном мире. Надо четко говорить. Кто? Кто самый лучший? Канело. Для тебя Канело должен быть путь. Тебе надо спускаться. Посмотри, Ричардс, насколько больше тебя. Это не твой вес. Я сколько лет уже говорю, что Дима боксирует не в своем весе. Ему надо спускаться. Давно надо спускаться. И там он покажет действительно свой бокс. Лучший бокс. Если спуститься, нечего здесь Димы делать. Ему надо спускаться. Что еще ему надо? Я сейчас говорить не буду. Я думаю, вы меня поняли, о чем я говорю. В общем, ребята, как-то так, как-то так. Неоднозначное впечатление оставил бой. Но Дмитрий Бивола все-таки я поздравляю. И несмотря на какие-то технические моменты, которые, ну, многим может быть это, ну, я думаю, большинству это не режет глаз. Действительно. Большинство нормально это воспринимает. Эту стойку и бокс такой. Но меня, и я знаю, есть такие люди, кроме меня. И это люди, которые, так скажем, не с улицы. Вот. И нам больно. Нам больно. Нам больно. Димон, братан, пожалуйста, вернись. Димон, вернись. Мы тебя очень сильно ждем. Всем бокс.